Друзья, родные, коллеги, христиане, мне очень приятно сегодня с вами быть и вместе с вами принимать участие в нашем таком всеобщем поклонении Богу. Это время нашей жизни, которое посвящено для Бога. Ну, это, наверное, для многих из нас во вторую очередь. В первую очередь это очень важно, чтобы это время было посвящено для моей личной души, для самого себя. Ну, такие же мы люди, да? Сначала для себя, а потом для других. Вы знаете, у меня такой вопрос вообще. А зачем все это Богу надо? Вся эта суета. Написать книгу Библию, в моей книге более 1200 страниц. Но она тонкая, потому что только Библия печатается на такой тонкой бумаге в мире. Другие книги не печатаются. В вашей столько же, не меньше. Зачем нужно было собирать Богу в разное время 40 мужей мудрых, влиятельных, живущих в разное время, имеющие самые разные специальности, чтобы они написали эти 66 книг? Зачем это надо было Богу? Ну, живут люди на земле? Да пускай живут, как живут. Зачем, наконец, Богу надо было на землю посылать своего сына? Чтобы над ним поиздевались, чтобы его унизили, как никого из людей. Чтобы его избили, как никого не избивали. Чтобы над ним посмеялись так, позорно, униженно, как ни над кем не смеялись. Зачем нужно было, чтобы он взял стыд человеческий, позор человеческий, грехи человеческие, срам человеческий на себя? Зачем? Так никто никогда не делал. Для чего все это? Зачем нужна была смерть на Голгофе? Зачем нужно было это воскресение, которое мы с вами празднуем? А потом вознесение на небо. Он пришел с неба и ушел снова на небо к своему отцу. Зачем все это? Ради чего? Почему? Меня это вдохновляет. Ответ на этот вопрос. Меня он очень радует. Вы знаете почему? Потому что меня Бог сильно любит. И вас. Бог очень сильно любит. Все случилось так, как никогда не бывало, дорогие друзья, потому что Бог любит всех людей, живущих на земле, как никто никогда никого не любил. Вот все из-за этого. В этом вся причина. Понимаете? Потому что люди иногда называют Бога отцом. Но некоторые часто. Потому что Бог называет людей своими детьми. Наверное, у нас у всех есть знакомые, когда дети наши или чьи-то дети попадали в долги. Огромные долги. Чего только не делают родители для того, чтобы спасти своих детей. У нас, наверное, у всех есть знакомые, когда дети заболеют тяжелой болезнью. Мы чего только не делаем, чтобы их спасти. Наверное, это и у нас в семьях бывает, и у наших знакомых, когда дети попадают в плохую компанию. И как только родители не пытаются это остановить, чтобы это предотвратить, эту беду. Делают все. Что их побуждает к этому, дорогие друзья? Детей любят. Вы понимаете? Они очень сильно любят своих детей и стараются всякое зло и всякую боль развести, чтобы этого не было для их детей. Дорогие друзья, вот так же и Бог Он очень много сделал для того, чтобы человека избавить от неприятностей, от плохой судьбы, от несчастного будущего, чтобы обратить внимание человека на свои действия. Вот это все сделал Бог. Буду читать из Священного Писания, из той книги, которую я немного успел сказать, послание к римлянам, 4 глава, текст 25. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он предан, вы понимаете? Это такое слово какое-то нехорошее, оно глубокое, с большим смыслом предан от слова предательства. Его Бог предал на страдания. Вы понимаете? Его люди предали на страдания, Его ученики предали на страдания, не отвернулись. Все Его оставили, Он один остался, совершенно один. Только мать стояла там и плакала, наверное, еще больше усугубляя Его страдания. Он был предан. Для чего это? Из-за чего это? Дорогие друзья, из-за любви Бога к вам Он был предан на страдания. И дальше написано, а воскрес? А воскрес для чего? Чтобы к Богу вернуться? Чтобы там встреча торжественная состоялась на небе с ангелами, с Духом Святым, с Богом Отцом? Для чего? Причина удивительная. Вы вдумайтесь, смысл того, что написано в Библии, в этой удивительнейшей книге. Таких книг на земле больше нет, которые писались бы столько лет, которые собрались бы в одну единую законченную историю жизни, греха, падения и восстановления человека. Нет таких книг больше на земле. Вот в этой книге написано. Для чего? Христос воскрес. Почему? Вот вы знаете, мы часто бывает смысл воскресения не понимаем, а у нас на душе радостно. А почему радостно? Да не понимаем почему. Вот почему. Что-то светлое. Не зря говорят поздравляем со светлым праздником воскресения. Смотрите, что написано. Воскрес для оправдания нашего. А вас можно оправдывать, нет? А? Вы знаете, вот что-что, а сколько человек на земле прожил, ну, у него столько и стажа в оправдании, в способности оправдываться. Маленького сыночка или внучочка спрашиваешь, ты это сделал? Что он говорит? Не я. Как не ты? Кто же здесь больше никого не было? А оно само случилось. Само разбилось, само сломалось. Да? Ну, у нас такая наследственная проблема от нашего Адама. Когда он согрешил, то он обвинил и Бога, и жену, это она взяла, а ты мне ее дал, ну, и так дальше. Вот понимаете, уникальнейшая способность человека оправдываться. Мы с вами умеем оправдываться. Наверное, ничего так делать не умеем, как обманывать при оправдании и находить невероятные аргументы для того, чтобы оправдываться. Ну, извините, про себя пример приведу. Я когда-то работал на электростанции на главном сети управления, часто случались аварии. Я был либо непосредственным участником, который либо допускал, либо наоборот устранял эти аварии. Ну, почти 10 лет научился. А через 10 лет мне потом 10 лет пришлось почти разбирать эти аварии. Я думаю, но меня не проведут. У меня же такой опыт. Я все там знаю. Проводят. Вы понимаете? Проводят. Нужно было ставить камеры, нужно было ставить автоматику, которая фиксировала бы каждый поворот любого ключа или любого аппарата, который как-то влияет на режим. Только потом трудно стало оправдываться и обманывать. но уникально у нас есть способность с вами оправдываться. Зачем нам еще нужно оправдание? А? Знаете, Священное Писание об этом часто говорит, что Бог хочет оправдать нечистилого человека. А мы что, сами не способны? Я одну плечу расскажу. Одна женщина наговорила на священника. Неправда. Стало всем известно, и она пришла к священнику попросить прощения. И она говорит, ну, так и так виновата. И что мне теперь делать? Он говорит, ну, у тебя курица или петух есть? Она говорит, есть. Ну, забей и перья собери, пух принеси сюда мне. Ну, она приносит ему в пакетике или в сумочке пух с перьями. Принесла, говорит. Он говорит, там на колокольню повыше туда залезь, там ветер хороший, разбросай теперь все. Ну, залезла, разбросала. Возвращается к нему, а он ей говорит, ну, а теперь что? Он говорит, а теперь пойди собери. Возможно собрать? Как вы думаете? А? А через год можно собрать? А через два? А через три? Невозможно. Даже если прямо сейчас ветер разнес, как ты соберешь? Куда-то не доберешься, где-то не найдешь. Дорогие друзья, вот так грехи наши с вами. Вы понимаете, мы же всю жизнь грешим, мы же всю жизнь оправдываем свой грех и этим самым ко греху прилагаем еще грех. Вы понимаете? Такая наша жизнь, такие наши перья, пух такой, летит во все стороны. Попробуй его собрать, когда ты своими оправданиями пытаешься ложью закрыть свои согрешения. А Бог что? А Бог любит. А Бог любит и Бог хочет все упорядочить. Когда-то у Бога был один сын, это Адам, а теперь у Бога много сыновей и Бог пытается их всех исправить. И вот для этого, дорогие друзья, написана Библия. Для этого пришел Христос на землю. Для чего же Он пришел? А Он пришел на землю, чтобы быть преданным за наши грехи и воскреснуть для нашего оправдания. Вы думаете, меня возможно оправдать? Вы думаете, что вы такие хорошие и вы ни в чем не виновны и вас ни в чем оправдывать не надо? Ну тогда, извините, вы не туда пришли. Вы совсем неправильно думаете. Вам нужно сначала подумать о себе и самого себя получше узнать. Какой же я? на самом деле есть. Что же с нами делать? Дорогие друзья, и вот чтобы оправдать человека, была положена самая высокая цена. Самая высокая плата. Христос предан за грехи наши. 1 Петра, 3 глава, 18 текст. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умиршлен по плоти, но ожив духом. Так вот, он ожил духом, чтобы нас оправдывать. римлянам, 5 глава, 10 текст, прочитаем. Немножко сложный, давайте внимательно посмотрим на этот текст. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью его». Смотрите, мы примирились с Богом как? Вообще невероятно. Мы взяли и убили его сына на земле, руками беззаконных людей, живущих в то время. Мы взяли и его убили. Так разве можно примириться? Это же, наоборот, большая вражда. Но вы знаете, это по человеческой логике, по Божьей правде это все не так. Нам нужно ее освоить и нужно ее понять. Но через это мы с Богом примирились. И теперь апостол Павел говорит дальше. Он говорит, а теперь Христос воскрес. А что значит воскресение? Если мы через смерть его сына на земле не окончательно с ним рассорились, а примирились, то что значит, что он воскрес? Что значит теперь наше совместное с ним общение? Насколько оно великое и славное? Что значит служение, оправдание, которое теперь совершает Иисус Христос? Это удивительно. Что значит оправдал? Оправдан, это значит невиновен. А как это невиновен, если виновен? А? Как это невиновен, если по факту виновен? И мы все виновны. Давайте прочитаем следующий текст Священного Писания. Евреям 10 глава. Будем читать с 3 текста по 5. Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ну, это вот про те, кто считает себя праведниками, что им оправдоваться. Оправдания не надо. Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Людям постоянно через жертвы Бог напоминал, что они грешники. Дальше читаю. Но невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Итак, старое жертвоприношение это что? Это напоминание о грехах. Но это кровь грехи не уничтожает. А как можно оправдать? Оправдать можно тогда, когда грехов нет, когда вины нет. А как же ее нет, когда она есть? Читаем следующий текст. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Потому Христос, когда пошел на эту землю, он говорит, теперь кровь тельцов и козлов больше не нужна. Вот о чем мы вспоминали на Вердом Воскресенье. Христос пришел в храм и выгнал всех, которые торговали жертвенными животными. Они больше не нужны. У него тело. Он пришел пожертвовать собою. А его кровь это не кровь козленка или овечки. Его кровь уничтожает грехи. Вот почему я оправдан. потому что кровь Иисуса Христа уничтожает мое прошлое. Вы понимаете? Это нереально. Никакая другая религия об этом не говорит. И нет никакого иного способа человеку избавиться от своего прошлого и от своих грехов. Кровь Иисуса Христа уничтожает грехи. это было на Голгофе. Каким же образом, дорогие друзья, это происходит? Будем читать дальше. Как это возможно? Уничтожение грехов и мое оправдание. Послание Римлянам, 5 глава, первый текст прочитаю. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вы понимаете, что в нас есть ценного? Ничего. Наша красота Богу не нужна. Наш разум тоже мудрее и умнее всех нас. Достаточно своего. Ничего. Богу нужна вера ваша, чтобы вы поверили в эту нереальную, единственно возможную способность человеку спастись через веру в жертву Иисуса Христа, в то, что Его кровь уничтожает ваши грехи. Другого ничего Богу от вас не надо. Ему нужна ваша вера. Итак, читаем еще раз. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам, 3 глава, 25 текст, давайте прочитаем. Христа Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его или правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот для чего я приводил этот пример. Тот пух, который выбросили 5, 10, 15 лет назад не соберешь, но кровь Иисуса Христа она очищает грехи, которые ты сделал 40 лет назад или 50 или 60 как я. Кровь Иисуса Христа эти грехи уничтожает и мы ее оправдываемся. Римлянам оправдываемся верой. Римлянам 4 глава, давайте прочитаем часть 5 стиха. «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Когда ты веришь Богу, который оправдывает нечестивых, делает тебя невиновным, вменяется в праведность. А зачем нас оправдывать? Зачем нам избавляться от грехов? Знаете, зачем? Потому что когда родители прилагают все для того, чтобы спасти от любых обстоятельств своего ребенка, они это делают для того, чтобы он был с ними, чтобы он был с нами, чтобы нам иметь общение с ним. Так же и Бог, наш Отец. Для чего он все это сделал? Дорогие друзья, он нас любит очень сильно и он очень сильно хочет, чтобы мы с вами были вместе с ним. Но поскольку ничто нечестивое, хоть чуточку грешное, не может быть рядом с Богом, дорогие друзья, нужно человека очистить полностью в совершенстве, а другого способа нет. Кровь Иисуса Христа. Итак, мы с вами прочитали о том, что прежние наши грехи, которые мы с вами делали, простить может только Бог, а уничтожить их может только кровь Иисуса Христа. Но оправдание через веру. Вот в этой книге в Библии, вы знаете, которая писалась столько лет, начал ее писать Моисей до нашей эры, так считается, в 1913 году до нашей эры. 2000 лет до нашей эры. А закончилась она писаться в 98 году нашей эры. И так получается, что больше 2000 лет. он там, правда, перерыв был, когда вообще Библия не писалась порядка 450 лет. Получается, что 1600 лет Библия писалась. А если вся эта ось времени, то это больше 2000 лет, когда Библия писалась. И получилась одна книга. Так вот, в этой книге, вы знаете, есть люди, которые жили давно-давно и писали первые, самые первые книги Библии. И они верили в воскресенье. И они верили в смерть Иисуса Христа. Иова, считается, это самая древняя книга Библии. Иова, 19 глава, 25 текст. Что говорит Иов? А я знаю, искупитель мой жив. Я знаю, что Христос воскресен. Он называет его искупителем. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Во что он верил? Он верил в воскресенье мертвых. Библия написана теми людьми, дорогие друзья, теми 40 авторами, которые верили в воскресенье Иисуса Христа и в его смерть. Давид, Псалом 15. Оттого возрадовалось сердце мое с 9 текста. И возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. В чем он увидел спасение? Моя душа может быть свободна от ада. Почему? Потому что святой его не увидит тление. Потому что Христос тление не увидит. Мы с вами знаем, потом апостол Павел вспоминает эти слова. Но Авраам, Моисей, я уже об этом не буду читать, я почитаю, вы знаете, из пороков. Книга порока Исаии. Смотрите, 53 глава, 9 текст, потом 11 будем читать. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. Да, Исаия пишет более чем за 600 лет до Рождества Христова об этом. А дальше что? А дальше 11 текст. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Так его ж погребли, как же он будет смотреть? он верил в воскресение Иисуса Христа. Прочитаю еще из книги порока Осии. Будем читать Осии, 13 глава, 14 текст. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки и отрет Бог слезы от всех лиц их и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. О чем здесь говорит пророк Осия? Смотрите, он говорит, Бог уничтожит на горе сей покрывало, которое покрывает все народы, которое покрывает всю землю. Что это за покрывало, не знаете? Все племена земные покрывало смерти. Понимаете? Бог сказал Адаму, смертью умрешь. Это покрывало распространилось на всей земле, и все люди, рождающиеся на этой земле, находятся под этим покрывалом, под покрывалом смерти. А что здесь Осия говорит? Он говорит, на горе сей. Я думаю, вы догадываетесь, на какой горе. Уничтожит Бог это покрывало, покрывающее все народы, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Так говорит Господь. Итак, дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа – это победа над смертью. И воскрес Христос для нашего с вами оправдания. А оправдание наше может случиться тогда, когда мы в эту жертву верим, когда мы начинаем доверять Богу и Его Святому Писанию. Заключение. Я прочитаю Римлянам 8 глава 33 текст. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Вот те, которые верой поклонились Иисусу Христу, которые верой своей пришли к Богу, что бы там сзади у них не было в прежнее время, кто может их обвинять? Кто может спорить с Богом? Бог оправдывает их. Вы бы хотели такого адвоката на суде иметь? Кто способен пререкаться с Богом? Кто может ему что-нибудь указать? Никто не может. Бог оправдывает. Евреям 7 глава прочитаю. Будем читать 24-25 тексты. Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, то есть через Христа к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Друзья, ну, удивительное текст из Священного Писания. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. А дальше это Бог Отец имеется ввиду, да? Наверное. А здесь что говорится? А здесь говорится, что приходящие к Богу, теперь к Богу прийти могут, несмотря на свою грешную жизнь. Почему могут? Потому что поверили в жертву Иисуса Христа и грехи их истреблены, их нету. А дальше написано, этого еще мало. Дальше мы с вами прочитали о том, что Христос жив теперь пред Богом для чего? Чтобы ходатайствовать за нас. Интересно, Христос для этого и воскрес, для нашего с вами оправдания, для того, чтобы стоять пред Богом, как мы в начале служения слышали, одесную Бога, самого Господа Бога, и ходатайствует за нас. Дорогие друзья, благодаря воскресению нашего Господа Иисуса Христа, мы имеем доступ к Богу, у нас появилась возможность вернуться к Богу, и мы с вами получили великого, уникального, славного ходатая пред лицом Божьим за нас, Иисуса Христа. Слава Ему за это. Аминь.